Это значит, что война будет эскалация войны, война станет неуправляемой, Азербайджан с этим никогда не смирится, и тогда уже война де-факто пойдет между Азербайджаном и Арменией, что вынудит другие страны втянуться в этот конфликт. Это совершенно катастрофический сценарий. Я думаю, что Пашинян, угрожая этим, просто шантажирует президента Путина тем, что если я это сделаю, вы будете вынуждены Россию втянуть войну. У России война сейчас совершенно не нужна, тем более война гипотетическая с Турцией. Мы видим, что президент Путин, президент Эрдоган находятся на постоянной телефонной связи, причем это абсолютно не враждебные разговоры, как я понимаю, конструктивные и по сути. Я посмотрел и российский, и турецкий вариант этого телефонного разговора, они чуть отличаются, турки дали чуть больше информации об этом, но мы видим, что это и постоянная консультация между министрами обороны. Это и консультации между министрами иностранных дел. Лавров и Чавушаглу постоянно тоже на связи. Это и взаимные заявления парламента. То есть Россия на самом деле, как и Турция, совершенно не горит желанием начать войну друг с другом. Поэтому заявление Пашиняна это абсолютно провокация и поджигание большой войны в попытке остаться у власти. Как говорится, пусть весь мир горит, и вместе, если мы, как бы если сгорает моя власть, пусть весь мир сгорит вместе со мной. Кому это надо? Наверное, у него есть какие-то лоббисты и пособники в России, но я считаю, этих людей, тех, кто ратуют за такую войну, врагами просто России, врагами народов России, Я считаю, что эти люди просто политические преступники, которые могут быть квалифицированы и как военные преступники тоже. На стороне Азербайджана никаких сирийских наемников, безусловно, нет. Зачем они Азербайджану? Пусть хоть кто-нибудь мне скажет хоть один аргумент. Зачем Азербайджану? Это разношерстная толпа архаровцев. Когда Азербайджан имеет современную статысячную армию, оснащенную по высшим стандартам НАТО. Вот зачем эти люди, это для Азербайджана патриотическая война, это не захват чужих территорий, это освобождение своей родины. Там азербайджанские матери, азербайджанские матери сыновей в бой посылают. Вы просто не понимаете, что в Азербайджане происходит. Это ваша логика. Это ваша логика журналистов. Этот аргумент не работает. Это логика журналиста, сидящего в Москве. Логика сегодня любого азербайджанца, молодого парня. Если я не хочу идти сражаться за мою родину, то я никто. Сегодня там такая атмосфера. Я не думаю, я просто знаю, что в Азербайджане делается. Азербайджанцы не могут так поступать, а армяне могут так поступать. Я не так сказал. Вы говорите, что на старой Армении обоем наемники. Я вам могу привести, я не сказал, что они наемники. Я спросил про наемников, вы сказали про сельских кудров. Я не знаю, никаких слов наемников, никаких я не знаю. Это добровольцы. На стороне Армении воюет огромное количество добровольцев. Армян и курдов, которые приехали из разных регионов. В том числе фотографии я видел. И курды тоже. Одна из марксистских группировок, Язицкая, сегодня сфотографировалась с армянским флагом. И, значит, с флагами курдского национального движения на Карабахском фронте. Но это не наемники. Зачем Азербайджану нужны наемники? Азербайджану даже добровольцы не нужны из других стран. Поскольку у Азербайджана 10 миллионов населения, огромная армия, беспилотники, современное высокотехнологическое вооружение, которое обеспечивает превосходство на поле боя. Просто объясните, зачем, вот хоть один аргумент микроскопический, зачем Азербайджану нужны исламисты, светскому Азербайджану, за который ратуют православные священники, архиепископ Бакинский и азербайджанский Александр. Равины Азербайджана подписали письмо о победе азербайджанского оружия. Видите, вы не читали даже. Вы зайдите в мой телеграм-канал, вы увидите. Я опубликовал это письмо. Но зачем вот этому Азербайджану, в котором епископы и как бы равины говорят, да, скорее освобождайте территорию Азербайджана, наемники исламисты из террористических группировок. Хоть один мотив микроскопический. В прошлом программе... Пофантазируем, давайте пофантазируем. Давайте. Какой мотив может быть? Ну, хоть один. Я вот не знаю, зачем. Ну, я же вам сказал уже, чтобы гробы не отправлять потом матерям. То есть, единственный мотив, что азербайджанская армия хочет запустить на свою территорию непонятных бандитов, которые непонятно чем занимались в Сирии, для того, чтобы... Ну, вы сами понимаете, что это абсурдно, что вы говорите. Подождите. Непонятные бандиты, они с точки зрения нашей с вами, ну, Российской Федерации, например, называйте иролисты. Понятно того, что люди с такой же идеологией в Азербайджане сидят в тюрьмах. Услышьте? Азербайджан светское государство. Вы никогда не были там. Это светское государство. Шиитское. Люди, которые воюют в Сирии, к шиитам относятся как к врагам. А шииты это большая часть населения Азербайджана. Не говоришь о том, что там 160 тысяч русских. Вы понимаете, православных христиан, которые тоже воюют в азербайджанской армии. Есть русские там, евреи воюют и так далее. Максим, вы в прошлый раз, когда мы с вами разговаривали, две недели назад, по-моему, это было, вы выразили сомнение, что Степанакерт обстреливает, что мирные жители Степанакерта страдают. Ну, теперь уже сомнений нет. Теперь уже эта война приобрела такие масштабы, что идет, обстрелы стали массовыми. Но только разница в том, что Степанакерт это зона боевых действий. Степанакерт это город, вокруг которого расквартированы воинские части. А чем объяснить удары по Генже, удары по кладбищу, допустим? Сегодня похоронную процессию накрыли, значит, армяне ракетами в Генже. Погибли люди. Чем объяснить удары по мирным кварталам Генжи? Вот есть видео, как ракеты попадают в Генжу, второй по численности, там никакого нет вооружения вообще. Это просто торговые жилые районы Генжи. Я же не говорю, что одно хорошо, другое плохо. Я просто к тому, что, может быть, все-таки стоит сказать о том, что нужно остановить эту войну. А я из Генжи, а я из Генжи, а... В прошлый раз, нет, нет, нет. Эту войну, ну, ну, значит, остановить эту войну. Вот скажите, пожалуйста, допустим, вы советский человек, и у вас идет там сентябрь, допустим, ну, как сентябрь, допустим, февраль 42-го года, там, или сентябрь 43-го. Советская армия подходит к Днепру, и вдруг вам вот говорят, давайте остановим войну, хватит убивать друг друга. Максим, ну, это некорректность, ну, правда, некорректность. Это корректно. Война ведется на территории Азербайджана. Великая Отечественная война велась на территории Советского Союза. Никто не собирается вести ее на территорию Армении. Семь районов Азербайджана оккупированы. Это признанным международным сообществом территория государства Азербайджан. Пусть они освободят эту территорию, и будет мир между народами. Армяне смогут ездить в Баку, как сегодня немцы могут ездить в Париж. А, значит, азербайджанцы смогут ездить купаться в водах Сивана, как сегодня французы могут ездить во Франкфурт, там, или в Баден-Баден. Кому нужна эта война? Она нужна только международным спекулянтам, которые торгуют оружием, и, по некоторым данным, возят на гражданских бортах в Армению оружие. Вы можете быть тысячу раз правы, но очень сложно убедить в своей правоте дронами и танками. А вот Путин, ну да, нет, как раз дронами очень легко убедить, когда ты уничтожаешь по десятку танков. Убедить нет. Я думаю, что позиция Путина и Лаврова в этой ситуации является единственной возможной позицией. Прекращение боевых действий, освобождение оккупированных территорий, гарантия армянам Нагорного Карабаха и последующие соглашения между государствами, мирный договор между азербайджанцами и армянами. И они должны прийти в Закавказье к европейской ситуации. Ведь у армян, ведь Пашинян готов из Грузии поджечь войну. Ведь он же заявил, что Джавахетия – это древние армянские территории. Смысл такой был его заявления. Он готов весь мир вокруг себя заплыхать. Если это такие христиане, что они-то с православными грузинами ссорятся? В православной Грузии знаете, как относятся к этим заявлениям Пашиняна? С негодованием. Как просто к поджиганию войны между грузинами и армянами. Максим Шевченко, гость сегодняшнего «Особого мнения». Меня зовут Алексей Соловин. Спасибо, что были с нами. Всего доброго. До свидания. До свидания.